Всем привет, с вами я Алиса. Welcome на мою новую рубрику 100 грамм красоты. В таких видео мы будем с вами рассматривать кукол, находить самые мелкие, интересные и красивые детали и изучать истории персонажей. А самое главное, такие мини-обзорчики я буду выпускать регулярно. Надеюсь, эта рубрика поможет вам быстрее определиться с выбором на ту или иную куклу. А более детальный обзор на эту монстряшку вы можете посмотреть по ссылке в описании. Так что прямо сейчас подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик. Итак, в сегодняшнем видео мы с вами рассмотрим эксклюзивную куклу Монстр Хай Сан-Диего Комикон Интернешнл 2016. Это охотница за привидениями Фрэнки Штейн Гоуст Бастерс. В новом фильме про охотников за привидениями все главные героини девушки. Поэтому компания Мотел решила, что будет здорово для Комикона в 2016 году сделать эксклюзивную куклу Охотницу за привидениями. Такой охотницей стала как раз-таки Фрэнки Штейн, что совсем неудивительно, учитывая ее способности, связанные с электрическими разрядами. Ее наряд вдохновлен одеждой главных героиней фильма. Но в нем есть место и даже очень женственным деталям. Таким как лаймовый платочек на ноге и деталям, напоминающим нам об образе самой Фрэнки. Молнии на ботинках, в то время как у героинь фильма на сапожках простые полоски. Кукла выполнена с новой печатью глаз. У нее большие глаза, один зеленый, другой синий. Они хорошо видны под желтыми полупрозрачными очками со стилизованными молниями по краям. Нежно-коричневые брови прикрыты прямой челкой. На щечках имеется еле заметный румянец. И, конечно же, как же Фрэнки без шрама на щеке? Губы окрашены нежно-красным цветом. В ушах красуются голубые кольца-серьги. Прямые черно-белые волосы на макушке собраны в высокий хвост. Фрэнки носит специальный комбинезон для ловли призраков. Он отдаленно напоминает мне мешок для картошки. На талии имеется голубой практичный пояс. Также из аксессуаров у девушки есть цепочка с кулоном, напоминающая солдатский нагрудный жетон. На кистях рук черные строгие браслеты. А сами кисти импровизированы черными стильными перчатками без пальцев. И окончательно образ завершают высокие черные сапоги, декорированные яркими оранжевыми молниями. В комплекте с куклой идет фигурка призрака Лизун. Эдакий зеленый слезняк. Наверное, своей прелестью его вряд ли кто-то назовет. Кстати, его можно нацепить на карандаш, или же на пальчик, или же на ручку. И, например, пугать в классе соседку по партии. Ну или еще что-нибудь придумать. Ну или же использовать его по назначению, как настоящего лизуна. Вот так вот лизать. Это ж в тренде было. Вот вы будете в тренде точно после такого. Будете в такой тренде. 100 грамм красоты в данном случае это, естественно, Фрэнки Штейн. Красота, великая сила, и она спасет мир. Что вы думаете об этом выпуске Фрэнки Штейн Ghostbusters? Идет ли Фрэнки перезапуск бренда Monster High? Напишите ваше мнение в комментариях. Мне будет очень интересно почитать и поотвечать вам. Более детальный обзор на куклу вы можете посмотреть по ссылке в описании. Я вам ее оставила там. Не забывайте подписаться на мой канал, нажать на колокольчик, поставить лайк под этим видео и найти меня в социальных сетях ВКонтакте и Инстаграме. Все ссылки будут в описании. Be cool and crazy. Пока-пока. На днях я выложила на канал новую посылку. Если вам будет интересно в каком состоянии пришли куколки, в том числе Торали, Страйп и Дьюз Гаргон, то ссылку на видео я оставлю в описании. А также подписывайтесь на мои социальные сети, ссылки будут в комментариях. Всем привет, с вами я Алиса. Кто смотрел третью часть, для тех вот, вышло как раз таки долгожданное видео, где я распаковываю посылку, которую и обещала. Хотя 10 тысяч лайков не набралось, но так как я вас всех очень люблю, то снимаю это видео. В этой огромнейшей посылке, она больше чем я размером, в этой посылке я собрала кукол, достаточно дешевых, которых вообще нигде сейчас не найдешь. То есть они являются таким раритетом. Пришли они специально для магазина Belvix.com, а некоторые экземпляры я оставлю к себе в коллекцию. Что ж, она содержит в себе много сюрпризов, давайте ее скорее открывать. Стоит отметить, что посылки упакованы не так, как из Америки, поскольку, когда посылки приходят из Америки, им все-таки нужно пересечь океан. А тут все с этим намного проще. Даже если коробка откроется, как бы это никого не волнует, такое ощущение. Никто все равно не возьмет этот товар. Ну, это, конечно, странно, но это факт. Поскольку вот всего лишь пару раз скотчем тут проехали, и все, вся упаковка. Что ж, ты-ды-ды-ды-ды-дин. Я застряла. Итак, я уже вижу, что находится внутри Я не знаю, с чего начать, но первое, что мне реально попалось, что мне находится просто ближе Это вот такая вот косметичка, наверное Хотя выглядит как сумка, но, скорее всего, тут находилась раньше косметика А сейчас просто пустая коробочка, которая была даже не завернута в баблы Тут есть фотография Фленкештейн, где ее рука просто оторвана Такой чемоданчик я не видела, но я уверена, он будет смотреться очень клево Поставлю его назад, надеюсь, вы увидите его А также и наборчик Ever After High И тут уже джеверли бокс для Рэйвен Куин Он понравится каждый Такой же наборчик есть еще из Эппл Вайт Так что напишите в комментарии вообще, какой вам персонаж нравится больше всего Эппл Вайт или же Рэйвен Куин Так, вот я уже вижу баблы Перейдем к еще одной сумочке, которую я тут вижу Ух ты! Вот такой вот еще один чемоданчик И стоит отметить, что это, конечно, покруче, чем вот такая вот картонная косметичка Поскольку это реально вот настоящая вещица, сумка Ее можно вот так вот повесить на плечо Положить туда нужные вещички И собраться куда-нибудь в поход Ну, в поход я, конечно, согнула Но на какую-нибудь вечеринку собрать туда самые нужные тебе вещи И вуаля! Вот таким вот образом сумка открывается Как обычный чемодан Очень вместительная А тут внутри есть даже зеркало Та-та-тан! И, наконец-то, куклы Все-таки видео уже про куклы Давайте посмотрим И первый пацан! Уху! Открыл он нашу сегодняшнюю посылку Это Фениган Уэйк И он качок Куда уж мне до него Он является не инвалидом, как может показаться На самом деле у него просто рыбий хвост Который не позволяет ему перемещаться по суше Очень хорошая задумка у Monster High Многие фанаты проголосовали именно за этого персонажа И вот компания Мотел выпустила Фенигана Уэйка Следующая кукла И это совсем не Monster High и не Ever After Поэтому у меня просто сейчас разгораются глаза в переносном смысле Потому что это эксклюзив Такой эксклюзив, что вообще ужас Эта девчонка прибыла прям вот реально с родины Это кукла Винкс Оооо Ооо, у нее какие приятные волосы И плащ Айси Боже мой У нее полная комплектация Потому что я вижу ее первый образ А в набор к ней прилагалось целых два аутфита И кучу, кучу, кучу аксессуаров Ооо, обалденское Какие у нее приятные волосы Завитушки вообще Ох, какая же клевая детализация Жаль, что у нее шарниров нет в руках и ногах Тем не менее, они гнутся достаточно так хорошо Давайте посмотрим еще что прилагается в набор Мои видео на ютюбе начались вообще с Винкс Поэтому для меня это вообще особые теплые воспоминания Так мило Напишите в комментарии, если вам будет интересно посмотреть обзор на эту девчонку Я надеюсь, вы не будете меня закидывать помидорами Потому что это Винкс Я считаю, что у каждого свои интересы И их надо уважать Давайте с вами уберем ненужные баблы Поскольку они реально сейчас мешаются Если честно, другие куклы не обернуты никаким образом Лежат тебе и лежат И следующий наборчик это уже скутер Гули Помню, я как-то года два, наверное, назад ходила в Макси Тойз Этот набор реально был То есть он продавался свободно и лежал долго-долго на прилавках магазина Сейчас же ты заходишь и понимаешь, что все Ассортимент пропал Ни набора, ни кукол Все, за энд Финит или комедия? Сейчас будут сразу три куколки Это наборчик чирлидеров Кошечки и Пурсифона, Мелодия А также главная их заводила Это Торелли и Страйп Это эксклюзивы Тойз Эйроса И в Тойз Эйросе в 2013 году они реально лежали Сейчас тоже не найдешь У всех кукол хорошая печать глаз И ничего не смазано Обалдеть, сколько там кукол Музыка 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok